Давайте вернемся к теме расследования по вагнеровцам, Беллингкэт. Вот у меня все больше растет уверенность, и я укрепился в мысли о том, что действительно офис президента каким-то образом замешан в сливе этой информации, после того, когда из офиса президента начали лить грязь на расследователей Беллингкэт. То есть Алексей Арестович, советник Ермака, он поставил под сомнение вообще расследование Беллингкэт и расследовательскую группу Беллингкэт, поставил под сомнение ее репутацию, приводя там какие-то примеры. Действительно, получается, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского сейчас боятся этого расследования. Да, ну, во-первых, в офисе боятся. Если они прибегли к услугам такого типа, как Арестович, а тут в его биографии можно копаться долго и в политических симпатиях, но то, что это просто авантюрист, который не способен играть в командные игры, политические, командные. Может, он в определенной мере, как военный человек, и понимает субординацию, но вот эти его, ну, скажем, аналитические изыскания в медийном пространстве, они настолько сомнительны и взаимоисключающие, что когда начинаешь это анализировать более системно, понимаешь, что это просто импульсивная игра такая. Это роль, это не миссия, это роль, которую... Вот Арестович серфит максимально, сколько может, привлекая к себе внимание. Ну, внимание он привлек к себе. Даже получил госзаказ, можно сказать. Ну, вот теперь в рамках госзаказа вся дурость начинает и проявляться. Потому что нельзя, даже в государстве нельзя быть овчаркой, которую направляют на объект и говорят ФАС. И, ну, по сути, Арестович выполнил команду ФАС. Это значит, что те, кто дал команду, они не выдали самих себя. Они выдали участие институции Офиса Президента в этом сценарии. Значит, там есть след. Они подтвердили эту догадку своими глупыми действиями. Ну, своими арестователями, мягко говоря. Как вы считаете, вот за такие проступки, да, серьезные проступки со стороны, не знаю, сотрудников Офиса Президента, чиновников, самого Президента, я же не знаю, кто звонил, кто какими путями и какими каналами сливал эту информацию. Какая, вот кроме политической ответственности, вы сказали, что это может снести Зеленского, да, там, политически этот скандал, если это подтвердится действительно в расследовании Беллингкет. А какая де-факто должна быть ответственность за вот такую историю, как вы считаете? Да, дело в том, что... Обратите внимание, я даже не спрашиваю, понесут ли ответственность, потому что понятно, что никто никакую ответственность при нынешней власти не понесет. Дело в том, что при, ну вот мы, скажем так, при анализе определенных, ну, параллельности определенных событий, можно считать подтвержденным фактом, что в этой операции были задействованы службы Турции и, наверное, Соединенных Штатов. Это межгосударственная спецоперация. И тем хуже для тех, ну, для офиса Зеленского, что информацию по этому, по факту этого события слили именно с этого офиса. Это значит, что структура управления вокруг Зеленского, она, ну, не договороспособна, она не способна на более серьезные сценарии. Это такой детский сад, которого хватает только для игр в медиапространстве. А государство – это более полифоничное создание, можно сказать. Это и работы спецслужб, это и энергетический сектор, это и транзитные всякие процессы, это, во всяком случае, ну, приоритеты в международных отношениях. Это, ну, структура приоритетов, то, что делает перспективу государства, то, что гарантирует и безопасность, и экономическую безопасность, и информационную, во всяком случае, информационный сектор сейчас более чем важен. Зеленский и его команда этим как раз воспользовались по приходу власти. Они всеми технологиями информационного общества, они воспользовались на полную. Во всяком случае, Порошенко, я думаю, даже 50% возможностей не использовал. В первую очередь, возможностей сетевых. Не говоря уже о сетевом маркетинге, ну, бигдейту, ну, все, что можно было использовать из цифрового мира в достижении политических целей, как раз использовал Зеленский. Но для работы полноценного государства современного, он почему-то эти возможности не использует, он даже их, ну, я бы сказал, даже притормаживает. Во всяком случае, для грабежа не диджитал государство интересное, а именно аналоговое, где много разных дыр, где можно уворовать. Поэтому, придя к власти, друзья Зеленского начали консервировать все, а не развивать. И, ну, смещать акценты там с обороны на медицину, с медицины на дороге. Вот вся деятельность Зеленского – это такой серфинг между разными раздражителями. Общество ждет результата, а Зеленский и его команда вбрасывают обществу какой-то новый раздражитель, и потом переключают внимание на еще один раздражитель. Ну, вот, во всяком случае, как говорил классик, можно обманывать одного, и довольно долго обманывать всех одновременно невозможно. Поэтому Зеленский пришел к моменту, когда обманывать всех, уже всем начинают понимать, что Зеленский их обманывает.